28 панфиловцев на большом экране. В Иванове состоялся премьерный показ российского фильма, посвященного подвигу советских солдат. 28 бойцов удержали наступление немецкого танкового батальона и не пропустили врага к дороге на Москву. Большая часть зимних съемок кинокартины проходила в Ивановской области, в деревне Першино Тейковского района. Премьерный показ посетили губернатор Павел Коньков с супругой. Я, как Ивановец, горжусь тем, что существенная часть этого фильма и во времени снималась на нашей Ивановской земле в Тейковском районе. Это лишний раз свидетельца того, что Ивановская область, она похожа, она часть всей России и вместе со всей Россией, со всем Советским Союзом защищала свою родину, свое отечество. В съемках фильма активное участие принимали жители Тейковского района. Целый месяц, пока работала съемочная группа, они не только мирились со взрывами на соседних полях, но и активно содействовали процессу создания фильма. Участвовали в подготовке съемочных локаций, помогали там морально, духовно, кололи дрова, условно говоря, помогали съемочной массовке подготовиться к процессу и так далее. Предоставляли там свои помещения, дома. Жители нашей области участвовали и в массовке. Дивизия защищавшая Москву от немцев была многонациональной, а поэтому требовались люди не только славянской внешности. Подходящие кандидатуры создателям фильма удалось найти на Ивановской земле. Они организовали здесь конкурс, выбирали людей, которые подходили по конструкции, по фигуре, по внешности и по языку, чтобы говорить там что-то. И кто мог скакать на коне, чтобы на коне держаться. И по акробатике, что там прыгает или падает и так далее. Работа над фильмом продолжалась около трех лет. Средства собирали всем миром. 35 тысяч человек пожертвовали в общей сложности 30 миллионов рублей. Эту ленту организаторы называют по-настоящему народной и надеются, что фильм понравится всем – и молодому поколению, и ветеранам. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иванова.